В этом видео мы рассмотрим работу с графовыми структурами. Чтобы продемонстрировать все соответствующие примеры, для начала нам нужно будет создать такие таблицы. Эти таблицы будут хранить в себе информацию о городах и о маршрутах между этими городами. Структура этого решения абсолютно одинакова для трех СУБД, и как мы видим, в каждой таблице хранится идентификатор города, название города, а в таблице маршрутов хранится город-источник, город-приемник, то есть откуда мы выезжаем и куда приезжаем. Также хранится стоимость маршрута и признак того, является ли этот маршрут двунаправленным, то есть ведет ли он только из одного города А в город Б, или он ведет еще и в обратном направлении. И теперь нам в этих таблицах нужно будет сохранить следующие данные. Как вы видите, у нас есть большое количество городов с их идентификаторами, и между этими городами могут быть маршруты. Так, например, здесь мы видим однонаправленный маршрут, который стоит 50 неких условных единиц. Здесь мы видим два отдельных маршрута, этот стоит 30 единиц, этот стоит 35 единиц. А вот здесь, например, мы видим двунаправленный маршрут, который ведет в обоих направлениях и стоит 40 единиц. После того, как информацию, представленную на предыдущем слайде, мы превратим в настоящие данные, содержимое таблицы города примет такой вид, а содержимое таблицы маршрутов или связей примет такой вид. И теперь мы можем переходить к заданиям, в первом из которых нам предлагается доработать модель данных таким образом, чтобы двунаправленные маршруты можно было выбирать, даже переставляя информацию о начале и завершении маршрута. Иными словами, здесь должна получиться следующая картина. Представим, что у нас есть два запроса. Вот первый, вот второй. И есть города, первый и пятый, маршрут между которыми являются двунаправленным. В первом случае мы используем город 1 как город отправления, город 5 как город назначения. Во втором случае мы меняем их местами, то есть используем город 5 как город отправления и город 1 как город назначения. Но оба таких запроса должны вернуть один и тот же одинаковый результат, то есть обнаружить этот маршрут между городами 1 и 5, поскольку он является двунаправленным. Решение для всех трех с УБД будет выглядеть абсолютно идентично и будет построено на основе использования представлений. В случае с MySQL мы создаем представление, в котором мы сначала выбираем все соединения между городами, то есть все маршруты. После чего мы объединяем результат выполнения этого запроса со вторым запросом. И обратите внимание, что в этом втором запросе мы переставили местами вот эти два поля. Здесь было from и to, а здесь стало to и from. Но здесь мы наложили условия, состоящие в том, что маршрут должен быть двунаправленным. И вот таким образом мы получили эти строки. И очень легко заметить, что вот, например, для городов 1 и 5, где маршрут двунаправленный, есть такая строка, и вот же она появилась как 5 и 1. Это тот же самый двунаправленный маршрут. Легко догадаться, что теперь не важно, укажем ли мы в качестве пункта отправления 1 или 5, а в качестве назначения 5 или 1. В любом случае результат будет найден. Только что было сказано, что решение для всех трех с OBD здесь абсолютно идентично, поэтому для Microsoft и Scale Server мы также строим представление, в котором сначала выбираем все существующие маршруты, а затем к этому результату добавляем еще маршруты, которые являются двунаправленными и в которых точка отправки и точка назначения поменены местами. И в Oracle мы точно так же создаем представление, в котором сначала выбираем все маршруты, а затем к этому результату добавляем выборку тех маршрутов, которые являются двунаправленными, в которых точка отправки и точка назначения поменены местами, относительно того, как это было в исходном наборе данных. Во втором задании нам предлагается создать хранимую процедуру, которая находила бы все существующие маршруты между двумя указанными городами и вычисляла стоимость таких маршрутов. Ожидаемый результат здесь может выглядеть следующим образом. Допустим, мы ищем маршрут из города 1 в город 6. Мы видим, что существует две альтернативы 1, 7, 3, 6 или 1, 7, 2, 6. То есть, если представить это графически, из города 1 мы дальше едем в город 7, дальше мы можем поехать либо в город 3, либо в город 2, и из каждого из этих городов мы дальше можем попасть в город 6. И также мы видим, что стоимость первого маршрута, вот он, составляет 31 единицу, а стоимость второго маршрута, вот он, составляет 85 единиц. Прежде чем мы начнем рассматривать решение, подчеркнем несколько важных моментов. Да, действительно, далее показанный код может показаться очень непростым. Да, действительно, реляционные SUBD не предназначены для обработки графовых данных. Но, тем не менее, даже в реляционных SUBD можно реализовать кое-какие хитрые подходы и получить желаемый результат. Итак, мы переходим к рассмотрению решения, традиционно начиная с MyScale. И еще раз подчеркнем, что, чтобы понять это решение в полной мере, вам очень рекомендуется выполнить соответствующий код в своей SUBD и посмотреть, как он работает. Начало создания хранимой процедуры достаточно простое. Мы указываем два входных параметра, то есть город отправления и город назначения. Далее нам понадобится вот такая целочисленная переменная, которую мы будем использовать очень скоро. И также нам понадобится временная таблица для хранения временных маршрутов. Мы также очень скоро увидим, как ее использовать. Но здесь обратите внимание на вот такое предупреждение. Удостоверьтесь, что у вас в SUBD нет другой таблицы с таким же именем. Что же касается дальнейшего кода, то он абсолютно тривиален. Мы удаляем таблицу, а затем создаем таблицу, в которой также будет храниться информация о городе отправления, городе назначения, стоимости маршрута, двунаправленности этого маршрута, количество шагов в этом маршруте и самом маршруте. Следующий шаг достаточно прост. Мы начинаем наполнять таблицу, которая будет хранить временные маршруты, и сначала мы просто извлекаем все маршруты, которые уже существуют. Напомним, что вот этот код мы только что рассматривали в первом решении. Здесь идея состоит в том, чтобы для двунаправленных маршрутов поменять местами пункт отправления и пункты назначения, таким образом, чтобы можно было искать маршруты задав как вот так пункт отправления и пункты назначения, так и поменяв их местами. Теперь нам необходимо найти все возможные маршруты между всеми городами и сохранить их в нашей временной таблице. Да, действительно, такое решение не очень оптимально, но оно намного проще с точки зрения кода. Такая функция в MySQL говорит нам о том, сколько рядов было вставлено предыдущей операции вставки. И как мы помним, мы только что инициализировали нашу временную таблицу уже существующими маршрутами, поэтому сейчас здесь будет не нулевое значение. И как раз таки нулевое значение в этой переменной, которое возникнет в будущем, станет признаком того, что мы достигли завершения всех данных, обработали все маршруты и больше маршрутов нет. Но пока же мы не достигли этого состояния, мы повторяем цикл. Внутри тела цикла мы добавляем во временную таблицу, хранящую в себе все маршруты, результат выполнения вот такого достаточно большого запроса, который даже не влез на один слайд и потому будет показан частями. Мы начинаем с того, что берем уже имеющиеся во временной таблице маршруты и считаем их отправную точку точкой отправления. Затем вот эти данные мы получим на следующем слайде. Здесь мы подсчитываем суммарную стоимость маршрута, она увеличивается с каждым шагом. Здесь мы проверяем, является ли по-прежнему маршрут двунаправленным. Он будет двунаправленным только в случае, если все элементы этого маршрута, каждый элемент сам по себе, тоже является двунаправленным. Далее мы увеличиваем количество шагов в маршруте на единицу и формируем непосредственно само значение маршрута, которое будет представлять собой множество идентификаторов городов. Далее нам нужен результат первой части запроса, который мы только что рассмотрели, объединить со следующей информацией. Здесь мы уже привычным нам образом готовим информацию о двунаправленных маршрутах, просто получаем весь этот набор данных. Условие в строке 80 приводят к примерно следующему результату. Представим, что мы рассматриваем некое значение из временной таблицы, и здесь, к примеру, есть такие города 12, 19. При этом в основной таблице, хранящей исходную информацию, допустим, находится следующее значение 19, 8. И вот как раз равенство вот этого значения отсюда и вот этого значения отсюда позволяет нам находить новый маршрут. Фактически маршрут будет таким, 12, 19, 8. Условие, показанное в следующих двух строчках, позволяет исключить возникновение так называемых циклических маршрутов. Представим себе, что здесь был бы маршрут 19, 12. Понятно, что вариант 12, 19, 12 нас не устраивает, потому что мы вернулись в тот же город, из которого начинали. И вот это условие позволяет отсечь такие маршруты. И далее полученные результаты, обратите внимание, что он здесь называется Connections Next, нужно совместить с уже имеющимся результатом Connections Stamp, но при условии, что такого результата там еще нет, что и достигается вот этой вот частью. Поскольку мы выполняем Insert Select запрос, здесь мы подсчитываем, какое количество рядов было вставлено. Напомним, что если здесь окажется, что вставлено 0 рядов, значит мы уже обработали все данные и нужно будет выходить из цикла. А после того, как этот цикл будет завершен, останется вот такая тривиальная задача. Нам нужно будет просто выбрать те маршруты, в которых точка старта совпадает с указанной и точка назначения также совпадает с указанной в качестве аргумента хранимой процедуры. И также стоит удалить нашу временную таблицу, чтобы она просто не занимала больше памяти. Также подчеркнем, что у этого решения есть два очень серьезных недостатка. Первый состоит в том, что нам нужно генерировать все-все-все маршруты. Сначала генерировать, а потом искать, есть ли там такой маршрут, который нам нужен. Это очень неоптимально. И вторая проблема состоит в том, что это решение ищет только альтернативные маршруты исключительно одинаковой длины. Если будет альтернативный маршрут другой длины, это решение его не найдет. Однако это решение не единственное, и вам рекомендуется подумать и реализовать самостоятельно другой алгоритм, который основан на так называемом поиске в глубину. Нам же остается лишь протестировать полученное решение в MySQL, и для этого нам достаточно вызвать полученную хранимую процедуру, передав ей в качестве аргументов город отправления и город назначения, то есть их идентификаторы. В Microsoft SQL Server мы будем использовать тот же алгоритм и фактически реализовывать то же самое решение, поэтому здесь лишь фрагментарно пробежимся по основным его ключевым моментам. Мы также передаем хранимую процедуру идентификаторы городов отправления и назначения. Внутри мы будем опираться на количество вставленных рядов. Мы также удаляем, если она существовала, и заново создаем временную таблицу, в которой будем хранить все созданные маршруты. Далее мы наполняем эту временную таблицу всеми возможными маршрутами, для чего сначала выбираем просто все существующие, уже существующие маршруты, в том числе двунаправленные, поменяв местами отправления и назначения. Затем мы начинаем цикл и будем повторять его до сих пор, пока хотя бы один ряд будет вставлен в эту таблицу, хранящую временные маршруты. А внутри по алгоритму, полностью идентичному тому, как мы работали с MySQL, мы добавляем новые маршруты, генерируем их на основе информации, которая уже есть в этой таблице. И информации, которую мы можем получить, сопоставив, напомним, как это выглядит, точку назначения какого-то уже найденного маршрута, например, 17, и точку отправки какого-то другого маршрута. Например, там тоже будет 17 и здесь какое-нибудь 28. И напомним, что вот это должно храниться в исходной таблице связей. И каждый раз мы проверяем, нашли ли мы какие-нибудь новые маршруты. Как только мы перестали их находить, это значит, что из цикла нужно выйти. А после выхода из цикла, среди сгенерированных маршрутов, нужно лишь поискать такие, у которых точка старта равна указанной, и точка завершения также равна указанной, то есть переданным в нашу хранимую процедуру в качестве параметров. Также подчеркнем, что это решение, как и в случае с MySQL, обладает уже названными двумя недостатками, то есть генерирует избыточное количество путей и находит только пути одинаковой длины. И поэтому вы можете попробовать переписать это решение с использованием другого алгоритма. А чтобы протестировать полученное решение для Microsoft и Scale Server, достаточно выполнить вот такой тривиальный запрос, где происходит вызов хранимой процедуры, и в качестве параметров ей передается идентификатор города отправления и идентификатор города назначения. Решение для Oracle будет построено на тех же самых принципах, но поскольку у этой СУБД есть определенные ограничения относительно работы с временными таблицами, нам будет гораздо проще сделать такую таблицу для хранения сгенерированных маршрутов вне хранимой процедуры. Далее мы создаем хранимую процедуру, и здесь точно так же мы специфицируем идентификатор города отправки, идентификатор города назначения, и здесь у нас еще появляется третий выходной параметр, так называемый reference cursor, то есть специальный объект, который позволит потом выбрать все данные, которые эта процедура создаст. Внутри же мы следуем абсолютно той же логике, которая только что была рассмотрена для MySQL и Microsoft и Scale Server. И для начала мы переносим во временную таблицу все уже существующие маршруты, с учетом вот этих двунаправленных, в которых мы меняем точку отправки и точку назначения. Далее мы также начинаем цикл, который будет повторяться до тех пор, пока будет сгенерирован хотя бы один новый маршрут, то есть количество данных вставленных в нашу таблицу будет не равно нулю. А логика генерации новых маршрутов здесь также состоит в том, чтобы взять существующие маршруты и добавить к ним новые маршруты по всю тому же принципу. Допустим, у нас был какой-то вот такой маршрут, заканчивающийся городом 17. Таблица исходных связей, например, среди прочего была информация о том, что из города 17 можно попасть в город 3 и, например, из города 17 же можно попасть в город 4. И тогда равенство вот этих значений и породит для нас новые маршруты. Эта часть SQL запроса уже была очень подробно разъяснена на примере с MySQL, но здесь есть очень важное отличие. Оно же присутствует и в Microsoft SQL Server и в Oracle. Обратите внимание на вот эту конструкцию. Когда мы генерировали маршруты в MySQL, результирующая строка могла выглядеть примерно таким образом. Допустим, 17, 19, 1, 8, 26. Та же самая строка для Microsoft SQL Server и Oracle будет выглядеть следующим образом. 17, 19, 1 и так далее, и так далее. Почему так? Потому что MySQL умеет производить поиск в множестве. И множество задается вот таким образом. И MySQL понимает, что вот это отдельные элементы множества. В то время как Microsoft SQL Server и Oracle не умеют выполнять такую операцию. И если бы мы, например, написали вот такой вот вариант в Microsoft SQL Server или Oracle, а потом попытались найти здесь город 7, он был бы обнаружен. Поскольку эти субэдэ не смогли бы отличить число 7 от числа 17. Но легко догадаться, что если мы поищем не просто 7, а 7 в квадратных скобках, то когда будет происходить сравнение, вот это вот 17 и вот это вот 7 уже не будут равны, и поэтому субэдэ их не перепутает. Именно поэтому мы используем такие ограничители. И наконец, чтобы проверить работоспособность полученного решения в Oracle, нам придется выполнить такой достаточно сложный код. То есть нам придется объявить определенного рода переменные, потом повторять цикл, вытягивать информацию из результата выполнения охранимой процедуры в эти переменные, и отображать их на экран. Здесь мы, к сожалению, не можем использовать Select, чтобы напрямую извлечь информацию из результата выполнения охранимой процедуры. Но мы можем применить вот такой подход, и тем не менее получить финальный ожидаемый результат.